Диффенс Синелс, США, 100 тысяч тонн международной дипломатии США в Средиземном море. Поймет ли Россия поданный ей сигнал? Матю Боднер. Диффенс Синелс, США. 30 апреля 2019 года. На борту авианосца Авраам Линкольн в Средиземном море, у пилота коммерческих авиалиний есть немалая свобода действий при посадке. Посадочные полосы в аэропортах длинные и широкие, и у экипажа достаточно времени для того, чтобы все как следует подготовить, прежде чем колеса мягко коснутся земли. На авианосца все иначе. Вот ты летишь, но через какое-то мгновение ты уже сел на палубу, прежде чем твое тело поняло, что с ним произошло. Автор статьи на личном опыте убедился, насколько это непросто, когда 23 апреля на самолете ВМС США Ц-2А Грей Хаун сел на палубу авианосца Авраам Линкольн вместе с американским послом в России Джоном Хансманом, Ионио Мунсман, и командующим военно-морскими силами США в Европе адмиралом Джеймсом Фага, Ямесь Фага. Цель визита была двойная, дать начало учением двух авианосцев 24 апреля, второй корабль, Джон Стеннис, и направить жесткое послание России, держись скромнее. Каждый из авианосцев, действующих в Средиземном море и в настоящий момент, представляет собой 100 тысяч тонн международной дипломатии, заявил Хансман, находясь на борту авианосца, о чем сообщается в пресс-релизе ВМС. Дипломатические коммуникации и диалог в сочетании с той мощной защитой, которую обеспечивают эти корабли, призваны продемонстрировать России, что, если она действительно хочет улучшить отношения с США, ей необходимо прекратить дестабилизирующие действия во всем мире. Москва четко и ясно услышала поданный ей сигнал. И хотя реакция была предсказуемой, по крайней мере, в публичных выступлениях с российской стороны, она оказалась совсем не той, на которую надеялись Хансман и Фага. «Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатии», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Ипков, отвечающий за вопросы контроля вооружений. «Потому что в этом случае победителей не будет, и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире». «Мы сожалеем о том, что посол США в России сделал такое заявление». А пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, выступая на брифинге 25 апреля, посоветовала Хансману подучить историю. «На протяжении всей своей многовековой истории Россия неоднократно сталкивалась с подобными угрозами и доказывала их несостоятельность», сказала она, приведя в качестве примера Наполеона Бонапарта и шведского короля Карла XII. Захарова заявила, что высказывание Хансмана и его визит на авианосец оскорбительно для России, которая готовится отпраздновать победу в Великой Отечественной войне, отмечаемую 9 мая. ВМС США объяснили время визита тем, что Линкольн и Стеннис как раз в этот момент пересеклись в Средиземном море, направляясь в разные регионы. Выведя заявление, опубликованном на страничке американского посольства в Твиттере 25 апреля, Хансман отметил 74-ю годовщину встречи советских и американских войск на реке Эльбе в Германии и заявил, что это событие напоминает русским и американцам, что, несмотря на напряженность между двумя странами, мир становится безопаснее, когда они ведут диалог и дискуссию по имеющимся у них разногласиям. Посол Хансмана 74-й годовщине встречи на Эльбе, фотография того дня навсегда осталась в нашей памяти как символ того, чего могут достичь наши страны, когда работают вместе. Пич.твиттер.чон.слешистм1пwcfsg, посольство США в РФ, Собаку Сембру, 25 апреля 2019 года Между тем, государственное агентство РИА Новости показало политическую карикатуру, на которой Хансман изображен в виде Фредди Крюгера с пальцами авианосцами вместо бритв. Ведущий ток-шоу на государственной радиостанции Вести ФМ сообщил в Твиттере, что Хансман забыл топнуть ногой, а потому без этого он показался недостаточно убедительным. В общем, 24 апреля вариаций на эту тему в российских СМИ было великое множество. Такая реакция типична для российских властей и государственных СМИ, которые преподносят аудитории предпочтительные для государства информационно-идеологические установки. Но как говорит эксперт по российскому ВМФ из Центра военно-морского анализа Виргинии Майкл Коффман, Мичель Коффман, есть определенные сомнения в пользе сигналов, подаваемых при помощи авианосцев. Такого рода намеки, подаваемые военными, чреваты неверным восприятием, сказал Коффман. В большинстве случаев они просто создают повторяющийся цикл, когда одна сторона оправдывает свою демонстрацию силы присутствием и действиями другой стороны. Излюбленными словами при этом являются сдерживание и соперничество, и именно они используются в качестве универсальных терминов для обоснования такой деятельности. Москва в целом равнодушно относится к присутствию одного, двух или даже трех авианосцев среди земноморья, сказал военно-морской аналитик Московского центра анализа стратегии и технологии Михаил Барабанов. «Я не считаю, что это сигнал для Москвы, хотя бы потому, что никто в России не верит всерьез в возможность военного конфликта с Соединенными Штатами с использованием лишь обычных, неядерных вооружений. «Возвращение в игру мы здесь только для того, чтобы сдерживать и защищать», заявил ФАГ изданию Defense News в эксклюзивном интервью на капитанском мостике мостике Авраама Линкольна, флагмана эскадры. «Занимаясь этим и находясь в Средиземном море, мы наблюдаем увеличение присутствия российских морских сил, особенно в Восточном Средиземноморье». И Авраам Линкольн пройдет через этот опыт, находиться рядом, пока не здесь. Но я ожидаю от обоих флотов только профессиональных действий. Российская военно-морская активность в Средиземном море объясняется не только присутствием американских авианосцев. Возрождение Черноморского флота, а вместе с ним и Средиземноморской флотилии российского ВМФ стало одним из ключевых положений, обновленные в 2015 году в военно-морской доктрины России. Аннексия Крыма годом ранее дала Москве беспрепятственный доступ к важнейшей военно-морской базе в Севастополе и открыла двери для модернизации этого флота, ранее запрещенной соглашением с Украиной. Крым также позволил России сделать многое из того, чем она занимается в Сирии с конца 2015 года, неожиданно вмешавшись в этот ближневосточный конфликт. Из Севастополя через бой с форно-российскую военно-морскую базу в Тартус часто доставляют технику и оборудование. Сегодня российские боевые корабли регулярно присутствуют в Восточном Средиземноморье. Но активность российского ВМФ не ограничивается Черным морем и Восточным Средиземноморьем. Флот очень многое выиграл от модернизации вооруженных сил, осуществляемой президентом Владимиром Путиным. На вооружение всех главных флотов России поступают новые подводные лодки, как с атомными, так и с обычными энергетическими установками, а также небольшие надводные корабли. Россия вновь демонстрирует свою активность в Северной Атлантике, на Балтике и в Арктике. Российский ВМФ определенно модернизируется. Они вкладывают средства в строительство более скоростных, маневренных кораблей, часто меньшего тоннажа, чем раньше, сказал Фага, имея в виду фрегаты типа Адмирал Григорович и Адмирал Горшков, а также корветы типа Стерегущий. И они никогда не переставали вкладывать деньги в подводные силы, которые очень боеспособны. Так что, по правде говоря, я уважаю российский флот за те возможности, которые у него есть. Вместе с тем, Фага отметил, что российский ВМФ не может противопоставить ничего американским ударным группам, собранным для демонстрации силы в Средиземном море. У них нет ничего даже близко сравнимого по силе, заявил Фага, обводя рукой пространство вокруг флагштока авианосца. Американская авианосная ударная группа да еще и в количестве двух одновременно, посреди Средиземного моря. Адмирал Кузнецов, история в стиле блюз. Надо сказать, что Россия сама пыталась устроить операцию авианосной ударной группы на американский манер. В 2016 году российский авианосец Адмирал Кузнецов покинул базу в Североморске с группой сопровождения, в которую входил мощный атомный ракетный крейсер Петр Великий. Вместе они обогнули Скандинавию, прошли через Ла-Манш в Средиземное море и прибыли в Сирию. Для Путина это был важный момент. Ударную группу постоянно показывали по телевидению. Ведущие хвастались, что Москва снова стала великой военно-морской державой, и что Кузнецов может сделать то же самое, на что способен Авраам Линкольн. Но действительность была чуть прозаичнее, чем песни о Великом походе, которыми СМИ почивали российскую аудиторию. Кузнецова даже использовали в качестве инструмента дипломатии на обратном пути из Сирии в Россию в 2017 году. Тогда он сделал остановку в Ливии, чтобы принять на борт местного военачальника халифу Хафтара. Офицеры показали Хафтару свой корабль, а визит завершился видеоконференцией с российским министром обороны Сергеем Шойгу. «Русские хотят иметь то, что у нас уже есть прямо на палубе этого корабля. Они хотят иметь мощную авианосную ударную группу. Но российский корабль не имеет той невероятной паровой катапульты, которая установлена на этом корабле», — сказал Фага, имея в виду механизм, размещаемый на американских авианосцах типа Линкольна для придания ускорения самолетам с полной боевой нагрузкой при взлете, когда они должны подняться в воздух после всего лишь стометрового разгона. «Так что если сравнивать по соответствующим критериям, им с нами тягаться пока рановато», — заключил гордый адмирал. «Тем не менее поход русских был для них не бесполезен», — отметил Фага. «Россия доказала, что Кузнецов способен совершать длительные переходы. Однако недостатки корабля проявили себя во всей красе. Когда они шли, из трубы валил довольно отвратительный черный дым. Поэтому я думаю, что технические системы этого корабля остро нуждаются в модернизации», — сказал Фага. А еще есть вопросы по поводу палубной авиации Кузнецова. Поскольку у корабля нет катапульты, истребители могут взлетать только с облегченным запасом топлива и с неполной боевой нагрузкой. Но даже имея уменьшенный запас топлива и боевую нагрузку, самолет должен взлетать на максимальной скорости, и при этом кораблю необходимо идти против ветра. В конце палубы имеется большой трамплин, дающий самолету дополнительный толчок при взлете. В итоге результат достигается, авианосец действует, но он сильно ограничивает возможности, которые имеются у Кузнецова. Палубная авиация вынуждена выполнять прежде всего оборонительные, а не наступательные задачи. Справедливости ради надо сказать, что ради обороны этот авианосец и задумывался. Кузнецов не является ударным авианосцем. По принятой в России классификации, это тяжелый авиа, несущий к рейсе. Корабль строился спусковыми установками для крылатых ракет и с ангарами для небольшого собственного воздушного флота. Идея проектировщиков состояла в том, что Кузнецов будет действовать в основном как ракетный крейсер, а самолеты будут прикрывать его боевую группу. Эта задумка, однако, вступила в противоречие с желаниями Москвы, которая хочет использовать судно Адмирал Кузнецов как американский авианосец. Сегодня вы видели циклические действия авиации, взлет и посадку самолетов, «Сказал Фага. Мы делаем это круглосуточно, без выходных, в том числе ночью. Русские этого не делают. По сути дела, они привезли свою авиацию в Сирию и выгрузили ее там. Так что это скорее транспортный корабль. Никаких сравнений быть не может. И я очень рад, что у ВМС США сейчас в Средиземном море есть два фантастических авианосца, которые подают наглядный сигнал всем нашим противникам, а также всем нашим друзьям. Российское руководство вряд ли будет спорить с тем, что США являются гораздо более грозной и сильной военно-морской державой, чем Россия. Но вся оборонительная стратегия Москвы на море выстроена таким образом, чтобы держать американские авианосные ударные группы как можно дальше от своих берегов. Для этого у России есть надводные корабли и подводные лодки, а также крылатые ракеты берегового базирования. Существенную роль играют ВВС, имеющие на вооружении бомбардировщики Ту-22М и Ту-142, которые оснащены крылатыми ракетами, запускаемыми вне зоны поражения ПВО и могущими поражать американские корабли на большом удалении. «Поигрывание военными мускулами в виде авианосцев – это стандартная попытка повысить собственный силовой авторитет. Но от этого мало пользы, когда имеешь дело с континентальной сухопутной державой», – сказал Каффман. «Русские прекрасно понимают, что мы в состоянии собрать две авианосные ударные группы, но они могут эффективно перекрыть морские подходы, одновременно проецируя силу в прилегающих морях. Я думаю, что американские авианосцы не очень сильно их впечатлили». Скоординированные сигналы прибытия Хансмана на Авраам Линкольн было необычным шагом для посла США в России. Но это было сделано в рамках крепнущих связей между Хансманом и Фага. «Мы регулярно консультируемся друг с другом и сверяем записи», – сказал Хансман. «Ничто не может сравниться с пребыванием на месте военной активности, с применением проведенных работ за столом переговоров в повседневном режиме. Мы получаем впечатления, которые невозможно получить где-то еще. Узнаем изнутри, как работает вся система, какие будут возникать тенденции. «Дело в том, что это будет совершенно очевидно влиять на стратегическую динамику в более широком контексте», – добавил Хансман. «Это хороший пример взаимодействия между дипломатами и людьми в форме. Это хорошо, что мы поступаем так все чаще и чаще». Хансман также сказал, что информации и выводы Фага пригодятся ему и при работе в Москве, поскольку это дает более полное понимание стратегической ситуации и российских приоритетов. Это также помогает ему лучше понять, как Кремль реагирует на такие американские действия, как двойная демонстрация силы в исполнении двух авианосцев. «Все это очень полезно для нас, для меня как руководителя дипломатической миссии», – сказал Хансман. «Особенно в России, поскольку многое из того, что мы здесь делаем, отслеживается и анализируется. А мы наблюдаем и анализируем Россию, и лучше всего это делать вместе с нашими коллегами в форме». Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ.